Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Последние надежды суд оставил без изменений решения о деприватизации кучук сульфата. Штраф за халатность. Где? В Барнауле установят новые камеры видеофиксации. Боятся ли барнаульцы оспы обезьян? Алтайские врачи рассказали, кого эта болезнь может обойти стороной. И к первой новости. Суд оставил без изменений решение о деприватизации кучук сульфата. Апелляционная инстанция 7-й арбитражный суд в Томске не изменил решение Алтайского арбитражного суда о возврате к государству акции предприятия кучук сульфат. Напомним, Генпрокуратура добивалась именно этого из-за того, что были выявлены нарушения при приватизации кучук сульфата еще в 90-х годах. А юристы предприятия ходатайствовали о прекращении производства в связи с пропуском срока исковой давности. К тому же они отмечали, что в 90-х прокуратура неоднократно проводила проверку процедуры приватизации завода и не нашла нарушений. И все же 17 марта 2022 года арбитражный суд края удовлетворил иск прокуратуры. А теперь апелляционный суд оставил решение без изменений. Таким образом, вердикт первой инстанции вступил в силу и ценные бумаги перейдут в собственность Росимущества. На семи аварийных участках города появятся фото и видео ловушки. Камеры будут фиксировать нарушения, в частности, выезд на запрещающий сигнал светофора. Где появятся новые камеры, расскажет Дмитрий Дроздов. Передаю ему слово. Пересечение проспекта Социалистического и улицы Молодежной. Этот перекресток не раз попадал в заголовки СМИ. Причина – десятки аварий. Чаще всего они происходят из-за того, что водитель пытается проскочить на желтый сигнал светофора или, хуже того, на запрещающий. Именно поэтому на данном участке дороги с 31 июля появятся новые камеры. Все данные участки характеризуются у нас по итогам аварийности 2021 года, как места концентрации ДТП. На данных участках либо фиксируется нарушение на запрещающий сигнал светофора, как основная причина ДТП. Это либо наезды на пешеходов, либо столкновение транспортных средств. Или еще одна причина – водители просто спешат и даже не пропускают людей на пешеходных переходах. Это не единственный участок, где вы можете попасть в объектив камер с 31 июля. Таких по городу будет семь. Это пересечение улиц Северо-Западная и Юрина, Энтузиастов и Солнечная Поляна, Антона Петрова и 42-й Краснознаменной бригады. А также пересечение проспектов Ленина и Строителей в районе пешеходного перехода по улице Малахова 119 и в районе строения 64 по проспекту Красноармейскому. Я против. Если кому надо, знаешь, это соблюдят правила, а не без этих, без камер. За или против камер? За. Почему? Безопасность. За, конечно. Почему? Гораздо безопасно будет, если везде камера будет стоять. Так что нужно оставить. Я всю жизнь назаравлен. Если взять госплугу, зайти сейчас посмотреть, в течение 5 лет, ну, один раз стоп-лина проезжал. Я точно помню, на Никите, на Партизанской, все, больше у меня не было нарушений. Камеры на перекрестках следят. Это у нас выезд на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию, нарушение полосности при повороте на перекрестках. Также комплексы фиксируют и скоростной режим. То есть у нас есть такие участки, где именно даже на перекрестках у нас ограничена скорость движения. Камеры появятся и здесь, на проспекте Ленина, где уже нанесена так называемая выделенка. Но водители все равно по ней ездят. Может быть не так часто, как на проспекте строителей, но все же. И в этом случае на проспекте Ленина оставлять свой транспорт в парковочных карманах тоже запрещено. Но, как мы видим, жители города Барнаула к этому еще не привыкли. Несмотря на все запрещающие знаки и сплошную полосу, карманы все забиты. Но с появлением камер эта ситуация изменится, ведь штраф за езду по выделенке сделает ваш кошелек легче на полторы тысячи рублей. Дмитрий Дроздов, День с толком. Также в Барнауле скоро появится несколько светофорных объектов. А именно на Змеиногорском тракте, недалеко от онкологического диспансера, и у транспортной развязки Павловский тракт Малахова. Еще один светофор установят на печально известном перекрестке Гоголя-Горького. Этот участок считается аварийным. По данным ГИБДД, в прошлом году здесь пострадало около 20 человек. Добавим, что светофоры на перечисленных адресах начнут работать в середине июня. Цена светофорных объектов – более 4 миллионов рублей. Известная лебединая стая с Барнаульского моста на Новом рынке перелетит в парк «Лесная сказка». За декоративных птиц в связи с ремонтом путепровода очень переживали жители города, искали новое место обитания крылатых. Неравнодушные предлагали переселить птиц в парки города, но особую поддержку в этом вопросе ощутили со стороны руководства «Лесной сказки». Сергей Писарев пообещал найти для крылатых хорошее место, а вот лебедя Андрюшу, того самого, с которого и началось формирование декоративной стаи, ждет другая судьба. Его реставрацией займется дочь известного тренера, мастера спорта Валерия Метелица. Она готова его отреставрировать, это непосредственно память о ее отце, предлагала разместить, например, в каком-то музее именно городском нашем, ну, конечно, не в таком виде, в котором он есть сейчас. Мы говорили даже о замене материала, Валерий Андреевич делал это из бинтов, но для того, чтобы это был нормальный эстетичный вид, чтобы он долго прослужил, конечно, нужны другие материалы, и тоже молодые там скульпторы наши готовы в этом помочь. Есть идеи и как увековечить память самого Валерия Метелицы. Возможно, рядом с мостом в перспективе появится скульптурная композиция в его честь, либо лебединые образы впишут в ограждение моста. Почему стоит переехать в село и заняться бизнесом, и как не похоронить свои передовые идеи в условиях санкций? На эти вопросы и не только прямо сейчас получают ответы сотни участников молодежного форума АТР, который уже больше 10 лет проходит на Алтайской земле. Валентина Аскерова расскажет о самых востребованных площадках образовательного форума. Когда большие предприятия и агрохолдинги поддерживают село, это очень хороший знак, это означает, что село будет продолжать жить. Выкупить землю, нанять рабочих и заняться фермерским хозяйством в родном селе. Мечтает после окончания аграрного вуза Андрей Нинашев. Но это скорее исключение, чем правило, все-таки львиная доля молодежи рвется в город. Причина проста – ни медицины, ни инфраструктуры во многих селах нет. В магазинах нет электронной системы оплаты, хотя уже давно такое пора иметь, что постоянные перебои с водоснабжением, электроснабжением. Однако бонусы от сельской жизни все же есть, и о них на форуме АТР рассказывали эксперты площадки «Агропрорыв». К уже привычным земский фельдшер, доктор и учитель в последние годы добавляются и другие программы. Сейчас очень активно обсуждается на федеральном уровне появление подобных программ в сфере культуры и спорта, то есть чтобы у нас появился сельский работник культуры, сельский тренер. Любая семья в селе может рассчитывать и на льготную ипотеку по 3%. А вот если развивать туристический бизнес, строить гостевые дома, прокладывать туристические маршруты, то можно воспользоваться грантовой поддержкой от Минсельхоза. Ее размер от 3 до 10 миллионов рублей. Я действующий предприниматель. Когда мне спрашивают, сколько у меня видов бизнеса, я всегда говорю 7. Площадка для юных бизнесменов – десятки участников со всей Сибири. Краевые и федеральные эксперты страны делятся лайфхаками по развитию бизнеса. 19-летний парень из Куландинского района Иван Раздобалин уже 8 месяцев занимается своим делом – розничной торговлей. Говорит, площадка о бизнесе помогает укрепить предпринимательскую жилку. Самый большой плюс на данный момент я вижу в том, что принимают участие эксперты, специалисты достаточно большого уровня регионального. И они, в общем-то, очень открыты к сотрудничеству и к общению, делятся активно контактами. Формулу уже для себя успеха вывели? Да, с самого начала бизнеса. Я работаю без выходных и забыл, что такое сон. По словам ведущих федеральных экспертов, у современной молодежи, несмотря на все ограничения и санкции, стало больше возможностей, особенно в некоторых сферах. Все, что связано с экологией на сегодняшний день, потому что глобализация и правительства Российской Федерации, соответственно, и конкретных регионов, она так или иначе направлена на экологизацию. То есть это и переработка, и сбор, и так далее. Здесь 100% очень много еще незаполненных ниш. Вторая история – это то, что связано как раз с производством, импортозамещение товаров, которые есть. В том числе и это еда, в том числе и одежда. И здесь тоже перспектив очень много. Ну, ушли всем известные бренды. Но если у молодых возможностей только прибавляется, то у действующих предпринимателей сложностей хоть отбавляй. Есть сырье или комплектующие, которые делались за границей. Понятно, что сейчас российское производство будет переориентировано и какое-то время все равно понадобится. Ну, не закрываться же предпринимателю совсем, да, если он даже от этого звен. Поиск аналогов в России займет какое-то время. О время может быть фатальным, говорят наставники. Конечно, они надеются, что потери в предпринимательском сообществе будут минимальные. Алтайские федеральные эксперты в один голос говорят, главное, чтобы сложная мировая обстановка не отбила у молодых людей желание воплощать свои выдающиеся бизнес-планы в жизнь. Как раз подобные форумы и дают новые силы и желание идти вперед. Валентина Аскерова, Анастасия Бертенева. День с толком. И к другой теме. Алтайские врачи заявили о том, что прививка от обычной оспы, след от этой прививки есть у многих, поможет снизить риски тяжелого течения оспы обезьян. Сейчас эта болезнь распространяется во многих европейских странах. По официальной информации, в России случаев заболевания пока нет. Продолжит тему моя коллега Нара Шагирова. По словам врачей, симптомы заболевания менее серьезны по сравнению с обычной, так называемой натуральной оспой. К ним можно отнести головную боль, боль в мышцах, характерную сыпь на коже, а также воспаление лимфоузлов. Обезьянея оспа менее заразна, однако передается воздушно-капельным путем. И врачи напоминают, что необходимо не забывать о средствах гигиены, а также масках. Эта болезнь опасна тем, что она может приводить к осложнениям, которые могут затрагивать жизненно важные органы. Возможно, развитие бронхопневмонии, сепсиса, что теоретически и практически может привести в том числе и к смерти человека. В настоящее время в качестве профилактики специфической вакцины, которая была бы в быту в нашем ежедневном, входила бы в календарь прививок, на сегодняшний день действующей ее нет. Но считается, что те люди, которые привиты от натуральной оспы до 1979 года, они имеют защитный потенциал. Не на 100%, но все-таки считается, что вероятность того, что та вакцина, поставленная еще в прошлые годы, получается, более 40 лет назад, она потенциально может защитить ее на сегодняшний день. К слову, в мире пока зарегистрировано порядка 100 случаев заражения обезьяньей оспы. Это в Канаде, Португалии, США и ряде других европейских стран. В России, по официальным данным, пока ни одного случая заражения вирусом не выявлено. Анара Шегирова, Дмитрий Денисов, День с толком. А сегодня мы решили узнать, вообще боятся ли барнаульцы оспы обезьян. Скажу сразу, многие о новой болезни узнали только от нас. Ну, если честно, мы даже об этом еще не слышали. Начнем с этого. Ну, как-то мы так же живем в своем мире и стараемся на все это не обращать внимания. Вы слышали хоть раз об обезьяне оспы? Конечно. Как вы считаете, вот если она дойдет до нас, стоит ли ее вообще бояться? Мы далеко живем, чтобы до нас дойти. И мы живем у Христа за пазухой. Может и дойти, да, просто. Потому что, ну, хотя сейчас граница закрыта более-менее, может быть, дойдет, но попозже. Меньше ездить надо на границе, чище будет. Если дойдет, то, мне кажется, русский народ такой, что просто все переживет, как-то выживет, выкрутится. Я так думаю, что на русского человека она не подействует. Она уже кленная, все крепкие, все спокойные. Мы не боимся. Нет, я не боюсь уже ничего. После ковида. Ну, настанет, настанет, что-нибудь дальше придумать. Что такое обезьянь? Оспа. А, оспа. Ничего не зайдет. Уж и завтра ряд новых законов вступит в силу. Изменения напрямую коснутся пенсионеров, школьников и, например, будущих мам. Моя коллега Анастасия Наборщикова решила во всем разобраться. И сейчас она присоединяется ко мне в студию. Настя, я знаю, что изменения коснутся и конкретно себя тоже. Да, как и все, кто получает социальное пособие, уже в июне на карту мне перечислят больше. Но расскажу обо всем подробнее. С 1 июня произойдет индексация пенсии, мроты и прожиточного минимума на 10%. А это значит, вырастут и некоторые пособия. По словам премьера-министра Михаила Мишустина, в среднем цифры по стране будут такие. Свыше 19 тысяч рублей составит пенсия неработающих пенсионеров, а мрот превысит 15 тысяч. Пенсии и социальные выплаты индексируются автоматически. Жителям края не нужно подавать заявление на перерасчет. Это пособие по беременности женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности. Выплаты на детей возрасте от 8 до 17 лет. Еще одна новость. У болельщиков появится свой паспорт. Теперь попасть на теннисный или футбольный матч будет непросто. Уже известно, что документ будет электронный. Получить паспорт можно на госуслугах. Правда, в его оформлении вероятен отказ. Например, если болельщик уже нарушал общественный порядок во время матча. Но через суд такое решение можно обжаловать. Вообще, правительство страны определит список игр, соревнований, чемпионатов, где будет необходим документ болельщика. Также спортивные организаторы могут сами потребовать предъявить паспорт. Такой закон, говорят специалисты, усилит безопасность спортивных событий. Новости есть и для школьников, но конкретно для тех, кто сегодня получает пособие по потере кормильца. Теперь, если выпускник не поступит в среднее или высшее учебное заведение, выплаты не прекратятся. Деньги на банковскую карту будут приходить до сентября даже тем, кому уже есть 18. Все эти постановления в силу уступят завтра. Но есть еще кое-что. С 29 июня в России начнут лечить детей препаратами оффлейбл. Речь идет о борьбе с тяжелыми заболеваниями, например, онкологией. Правительство составит перечень, который позволит лечение препаратами оффлейбл. В нем будет список заболеваний, критерий по применению, а также описано состояние больного. Важно, врач обязан будет сказать о такой возможности и получить письменное согласие. Сегодня могут применяться только взрослые препараты, потому что в детской онкологии не существует лекарств, которые бы предназначались детям. И мы создаем совершенно новые возможности для врачей, которые ежедневно спасают жизни детей. На этом у меня все. И передаю тебе слово. Я напоминаю, что моя коллега Анастасия Набурщикова сегодня нам рассказала о нововведениях июня. Ну а мы переходим к другой теме. А эти кадры мы только что получили от нашей съемочной группы. В районе потока произошел крупный пожар, загорелись гаражи. Причина возгорания пока неизвестна, но по одной из версий пламя охватило постройки после поджога неизвестными тополиного пуха. Спасатели напоминают, что начало лета в регионе – это пожароопасный период. А значит, подобные игры могут привести к несчастным случаям. Анастасия Набурщикова И к следующей теме. Многодетная семья Лещовых из Курьи получила орден «Родительская слава». Высокую государственную награду родителям девяти детей вручили накануне. К слову, достойны ее лишь те, в чьей семье более семи ребятишек, и кто по-настоящему воспитывает их, заботится о здоровье, образовании, духовном и нравственном развитии. Подробнее в сюжете. В семье Натальи и Анатолия девять детей, пять сыновей и четыре дочери. Старшая Анастасия – 23, самому младшему Жене – 4. Каждый ребенок, он приносил мне счастье. Вот родиться ребенок, я была очень счастлива. Я и сегодня счастлива. И с каждым ребенком это счастье как умножается, что ли. Наталья говорит, сейчас большим семьям живется проще, чем раньше. Государство поддерживает. Да и бытовая техника труд матери серьезно облегчает. А еще их семья очень дружная. Старшие помогают родителям, заботятся о младших. Вместе они поют, играют на музыкальных инструментах, выезжают на природу. Я очень счастлива, что родилась в большой семье. Не знаю, мне кажется, это столько друзей всегда рядом. Не обязательно искать где-то на стороне подруг. У меня всегда три моих сестры любимых. Всегда любой проблемой я могу с ними поделиться. Они дадут совет, расскажут, подскажут. Я очень рад за вас. Я очень рад за Куриеву. Я рад за Алтайский край. Лишь только несколько точек буквально на карте нашей Сибири, где живут такие семьи, которые были удостоены таких высоких государственных наград. С высокой наградой Лещевых поздравил и представитель президента в Сибирском федеральном округе. Рассказал, знает, что такое большая семья сам четвертый ребенок. Считает, поощрять такие семьи необходимо. Чтобы, цитата, крылышки выросли. Глава семьи Анатолий публичность не любит. Но знает, что в большой семье приоритет нужно отдавать не себе, а детям. И выбор между новой машиной и развитием сыновей и дочерей даже не стоит. А еще он уверен, хороших людей можно вырастить только в любви. Позавчера было. Я приезжаю на обед домой обедать. И Женя, значит, он встречает меня с такой претензией. Папа, ты почему, когда утром уходил на работу, маму не поцеловал? Ну, полдня думал, наблюдал за этим. Я что-то уже и забыл, что было с утра, а он помнил. Кстати, общаясь с журналистами, Анатолий не исключил, что их семья может пополниться. Ведь они супруга еще крепкие и молодые, так что, как бог даст. Татьяна Голубева, День с толком. Продолжение следует...